О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! Традиционно с 1 октября в России начинается осенний призыв на военную службу. В ближайшие три месяца военкоматы отправят в армию и другие силовые структуры 128 тысяч молодых солдат. В нашем районе повестки этой осенью получили более 300 юношей. Порядок прохождения медкомиссии не изменился. Список врачей, хирург, терапевт, отоларинголог, дерматолог, окулист, томатолог, психолог – все тот же, что и в предыдущей кампании. Однако, как и весенний призыв, строго соблюдаются санитарные требования, обязателен масочный режим. Среди ребят царило оживление. Каждый из них осознает необходимость воинской службы, хотя в душе пока таится небольшое сомнение. Мне 17 лет. Я учусь в Нефтеканском нефтяном колледже. Окончил 9 классов. Занимаюсь спортом. Раньше занимался борьбой. Служить, конечно, не хочется, но придется. А так, я в хорошей физической форме. Заболеваний нету. Физических отклонений тоже. Ну, если хотел служить, я бы хотел на ВДВ или военно-морской флот, если честно. После прохождения медицинского освидетельствования молодых людей ждет призывная комиссия. Здесь рассматривается личное дело каждого призывника. Учитывается его желание о месте прохождения службы. Выносится решение о годности или негодности к службе в армии. Основная задача сегодня военно-комиссариата – это призвать годно к службе молодых людей и при этом не допускать распространения коронавируса. Такой работы мы уже проделали в весенней кампании. Эта кампания продолжается. Мы готовы. Призывники, приходя в военно-комиссариат, проходят барьерный рубеж. Там им проводят термометрию, обработку рук, первичный осмотр. После этого, если имеется температура у призывников, мы отправляем в поликлинику. А здоровых приходят и начинается медицинская и призывная комиссии. Призывная комиссия определяет годный призывник вооруженных, служит вооруженным силам, или у него есть отсрочка, или отсрочка на полгода, или освобождение от военной службы. Призывники приходят в военно-комиссариат в повязках. Если нет у них повязки, мы сами им выдаем. Все обрабатываем, все растворы у нас имеются в наличии, все меры приняты. Отправка будет организована, централизована. Мы будем перед отправкой обрабатывать автобусы дополнительно, осмотр. Также призывник за 4 дня до отправки в сборный пункт должен сдать тест-анализ на наличие коронавируса. Также в сборном пункте, у них проходит по прибытию в сборный пункт, тоже идет сдача на тест-анализы. После этого, если есть подозрение на коронавирус, они идут на изоляцию на 14 дней. А если уже кто-то все здоров, начинается отправка вооруженных сил. Как всегда, наши призывники будут служить один год во всех вооруженных силах по всей территории Российской Федерации. Пока мы провели половину, где-то около 170 человек, мы уже через призывную компанию их провели. К сожалению, набрали очень мало людей. На сегодняшний день отобрано из 170 всего 22 человека. Остальные или они студенты, им предоставлена отстрочка во время учебы, или по состоянию здоровья непригодны к службе вооруженных сил. И также есть другая проблема. К сожалению, у нас увеличивается рост отказников, которые не прибыли в военные комиссариаты. Мы сейчас по ним будем работать. Работает совместность МВД. Высылаем еще дополнительные повестки. Будем их разыскивать. Мы их найдем. Хочу еще напомнить, что с этого года штраф за неприбытие военных комиссариат по повестке по неуважительным причинам накладывается штраф 3 тысячи рублей. Уже такие люди есть, мы уже накладываем. Поэтому предупреждаю всех, кто уклоняется, будет наказано. Мы их все равно разыщем. Лучше сейчас прийти и пройти медкомиссию. Осенний призыв продлится до 31 декабря. Первая отправка к месту службы будет уже в середине октября. Всего за время осенней кампании отправятся служить более полусотни призывников. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей, Янаульское телевидение. Очередное заседание оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на территории Янаульского района прошло в четверг 8 октября. О текущей ситуации по санитарно-эпидемиологическому благополучию по коронавирусной инфекции на территории района рассказал главный врач Янаульской центральной районной больницы Тимур Мадьяров. Он также рассказал о мобилизации систем здравоохранения и создании безопасных условий для работы медицинского персонала, оказывающего помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Одной из главных мер профилактики заражения новой коронавирусной инфекцией остается соблюдение масочного режима и режима самоизоляции отдельным категориям граждан. В группу риска по-прежнему входят люди пожилого возраста. О принимаемых мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях Инаульского района рассказала начальник управления образования Эльвира Шаихова. В Башкирии 112 школ частично закрыли на карантин по коронавирусу. В них на дистанционное обучение перевели 203 класса. В нашем районе все образовательные учреждения работают в усиленном режиме. Пять классов лицея закрыты на карантин. Непростая ситуация с заболеванием в одном из дошкольных учреждений района. В детском саду номер 15 «Дельфин» диагноз COVID-19 подтвердился у нескольких сотрудников. Специалисты всех ведомств обсудили все возможные меры по усилению профилактических мер, в том числе строгое соблюдение масочного режима и соблюдение социальной дистанции. Ситуация в республике по-прежнему остается тревожной. Количество зараженных COVID-19 продолжает увеличиваться. Тем не менее, многие жители района перестали носить защитные маски и начали активно общаться между собой, игнорируя все рекомендации Роспотребнадзора. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 1 миллиона 200 тысяч жителей. В Башкортостане их число превысило 9 тысяч человек. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала помощник-эпидемиолога Зинфера Газизова. По состоянию на 8 октября в Янаульском районе зарегистрировано всего 564 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Из них один пациент со средней степенью тяжести заболевания получает медицинскую помощь в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. 13 пациентов госпитализированы в госпитале города Нефтекамск. 122 пациентов находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID-19. Выписано с выздоровлением 415 пациентов. Итого на данный момент в районе получает медицинскую помощь 123 пациента с диагнозом COVID. На 14-дневном карантине находится 170 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 75 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 174 человек. Все подразделения Янаульской ЦРБ работают в режиме повышенной готовности. На сегодняшний день ведется плановая госпитализация пациентов в отделении с отрицательным результатом анализа маска на COVID. Организована амбулаторная поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. За перед со 2 по 8 октября в районе выявлено 85 новых случаев. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться к населению с просьбой продолжить соблюдать меры защиты от заражения коронавирусной инфекцией, носить маски в общественных местах и закрытых помещениях, сохранять социальную дистанцию, чаще мыть руки. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили педагоги всего мира. Торжественное награждение лучших учителей Янаульского района прошло в Межпоселенческом культурно-досуговом центре в понедельник 5 октября. Подробности у Гульнары Синдиковой. Открытием церемонии стало исполнение песни о нелегкой, но такой благородной профессии учителя. С приветственным словом и теплыми пожеланиями к присутствующим обратился глава администрации района Ильшат Вазегатов. Последний год ваш долг был еще более оценен. Об этом Радий Фаридович постоянно говорит, что наряду с врачами на передовую линию во время пандемии стали вы. Во-первых, вы в цифровую технологию вошли без проблем. Это вы. Вам сегодня непросто гнаться за новшествами, которые происходят. Это касается старшего поколения учителей. Хотя это и вам по плечу. По-моему, в Янаульском районе таких проблем на школе не было. Были проблемы и есть, и остаются у нас проблемы просто доступа интернета. И самое главное, ваш труд, как все уже говорят, еще раз пересмотрен, переоценен населением нашей страны. Уже не знают, как своих детей вы проведете из дома из-за стали онлайн-обучения и хотят, чтобы их дети посещали школу. Ну и, конечно же, вы, будучи учителями от Бога, надеюсь, соскучились по своим детям. И сегодня с удовольствием преподаете в классе, потому что ничего не заменит личного общения, оценки знаний ученика в оффлайн-режиме. Знаком отличника образования Республики Башкортостан наградили воспитателя детского сада села Орловки Наталью Туйкину. Диплом победителя конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности из рук главы получила учитель английского языка средней школы села Сусады и Балак Елена Гельмеддинова. Сертификат на получение гранта молодым учителям, работающим в сельской местности Республики Башкортостан, был вручен учителю английского языка Ямодинской средней школы Регине Гарифулиной. Благодарственное письмо Министерству культуры Республики Башкортостан за добросовестный труд, большой вклад в развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Республики Башкортостан в этот день вручили заместителю директора по учебно-воспитательной работе детской школы искусств Гузель Саберзяновой. Почетной грамотой администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд, достигнутый успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником были награждены 11 педагогов района. Работаю уже 23 года воспитателем, очень люблю свою работу, потому что без любви к детям, без любви к своей работе педагогу, воспитателю будет трудно работать, добиваться каких-то результатов. С детства очень мечтала быть воспитателем в детском саду, так как сама выросла в деревне и не было детского сада у нас. И все время роль воспитателя брала на себя. Играли сюжетно-ролевые игры с детьми сельскими. Очень люблю детей, люблю свою работу. Каждый день иду с радостью и придумываю для них что-то интересное, чтобы деткам нашим было очень интересно в детском саду, чтобы они приходили с удовольствием в детский сад, чтобы улыбались. Детей в детском саду у нас сейчас с каждым годом, конечно, меньше и меньше, но мы надеемся, что их будет больше и больше, чтобы у нас в Орловке детский сад всегда существовал. С праздником своих коллег-педагогов района поздравила начальник управления образования Эльвира Шаитова. Огромный плюс, который вы вынесли из данной ситуации, это то, что родители поняли о том, что насколько важен учитель в жизни каждого ребенка, что ребенку необходимо ходить в школу, необходимо видеть учителя, слышать учителя, настоящего живого учителя, а не виртуального. Я желаю вам огромного здоровья, благополучия, семейного счастья. И самой большой радостью для учителя является достижение его учеников. Пусть ваши дети радуют вас успехами. Грантами Управления образования Янаульского района на сумму 5000 рублей были отмечены 5 педагогов. Они победители республиканского конкурса «Лучший учитель». Почетные грамоты Управления образования за многолетний добросовестный труд в системе образования, весомый вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения получили 9 учителей и воспитателей детских садов. С профессиональным праздником присутствующих поздравила и председатель Янаульской районной организации Профсоюза работников образования Эльмира Гельмулина. Самые активные и успешные педагоги были отмечены почетной грамотой президиума Башкирского республиканского комитета профсоюза за активную работу в профсоюзе. Кубками и дипломами были награждены победители района физкультурно-оздоровительной спартакиады работников образования Янаульского района «Здоровье-2020». Завершилась торжественная часть концертными номерами в честь главных героев этого дня. Акция «Здоровая республика, здоровый регион» стартовала в нашем районе 29 сентября. Последней точкой маршрута стало село «Прогресс». Врачебный десант прибыл сюда в понедельник, 5 октября. Жители близлежащих деревень смогли в этот день пройти все необходимые исследования и посетить узких специалистов. Житель деревни Карманово Аниф Габидуллин не любитель ходить по врачам, но необходимые по возрасту медицинские осмотры старается не пропускать. Вот и сегодня приехал в «Прогрессскую сельскую амбулаторию» вместе с супругой. За несколько минут в передвижном центре он смог пройти целый ряд исследований. Сдать кровь для определения содержания в ней уровня сахара и холестерина в соседнем кабинете пациента с нетерпением ждали еще три медицинские сестры. Здесь мужчине измерили глазное давление, температуру и сняли эхокардиограмму сердца. «Пришел здоровье проверить, свой этот. Так на здоровье не жалуюсь вроде бы. Рано еще жаловаться. У меня в основном зрение, да, этот проверять надо. Так-то вроде не портится, как стоит, минус два с половиной, так и стоит. Чуть-чуть путь большой только это, сердцебиение». Желающих пройти в этот день полный медицинский осмотр было немало. В основном это жители старшего поколения. Среди них и пенсионер Тимиркай Султанбратов. 12 лет назад он пережил инфаркт. Теперь визиты к кардиологу, как и прием необходимых препаратов, стали частью жизни. «К терапевту зайду, что скажет она. Если разрешит, зайду. В операции надо было туда. Вот сейчас чуть-чуть осложение отошло. Ну, неохота сейчас идти к врачу в Уфу». «Сегодня у нас диспансеризация, профилактическая помощь населению. Приехали из Уфы, из Нефтекамска, из Бирска. Сами тоже из Янаула врачи тоже приехали. Кардиолог, хирург, эндокринолог, онколог есть, терапевты свои принимаем. Потом из Уфы есть этот, травматолог есть, окулист. Приехали у нас очень из многих деревень. Старый Кудаш, Кумалак, Карманово, Кисакарен, свои прогрессовские есть. Так, все из всех деревен наших. Нократ, старый Артаол. В этот день врачи приняли 173 пациента. Флюрографическое исследование прошли 45 человек, ультразвуковое – 28. Момографию прошли 50 женщин. Факторы риска выявили у 45 граждан. Один человек с подозрением на онкопатологию направлен на дополнительное обследование. Всего за пять дней воспользоваться услугами автопоезда здоровья смогли 1226 сельских жителей Янаульского района. Во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день зрения. По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 253 миллиона человек имеют проблемы со зрением. Из них 36 миллионов не видят вовсе, а 217 миллионов человек имеют умеренное или тяжелое нарушение зрения. Тем не менее, специалисты уверяют, что 80% всех случаев нарушения зрения можно предотвратить или вылечить. Всемирный день зрения – отличный повод задуматься над тем, насколько важную роль зрения играет в нашей жизни и сохранить здоровье своих глаз на долгие годы. Слон. Рядом со слону. Петух. Семену Примакову уже 7 лет. Бойкий сорванец с легкостью отвечает на все вопросы врача-офтальмолога. Картинки побольше даются с легкостью. Самые маленькие значки поддаются не все. Серьезных проблем со зрением у ребенка нет. Все в пределах нормы. Современные гаджеты – самые главные враги зоркого ока, уверяет врач. В последнее время отмечается рост заболеваний глаз у детей, связанных с нарушением рефракции. И я считаю, что это связано с тем, что в последнее время дети обучаются дистанционно, приходится много сидеть за телефоном, за компьютером. И слабая мышечная система у детей из-за того, что ведут малоподвижный образ жизни. И все это вкупе приводит к тому, что нарушается аккомодация у детей. И хочу обратить внимание родителей на то, чтобы укрепить ребенка, соблюдать режим дня, режим питания, прогулки. И обязательно регулировать просиживание детей за компьютером, за телефоном. Детям дошкольного возраста желательно вообще, чтобы они не пользовались телефонами. Вообще это средство связи, поэтому они в этом еще не нуждаются. А приучайте их к тому, чтобы они занимались развитием мелкомоторики. Они собирали пазлы, собирали роботов, рисовали, таким образом развивали мелкомоторику. А старшему возрасту больше обращать внимание на то, чтобы делать гимнастику для глаз, укреплять спину, заниматься спортом, легкими видами спорта. И, естественно, конечно, правильно питаться. Сейчас осень. Для того, чтобы не снизился иммунитет, еще употребляйте витамины. Витамины, витамины, лучше мультивитамины, чтобы там были перечислены все витамины А, Б, С, Д, Е. И еще были микроэлементы, нужные для работы мышц глаза, для укрепления работы мышц глаза. И употреблять те овощи и фрукты, к которым у ребенок привык. Наши родные. Морковь, капуста, свекла, яблоки. И, естественно, еще, конечно, и дополнительно витаминные комплексы давать. Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября в годовщину Всемирного почтового союза. Он был создан в 1874 году в столице Швейцарии Бернии. Официальное сообщение о проведении праздника прозвучало с трибуны Конгресса союза в 1969 году в Токио. С тех пор Всемирный день почты ежегодно отмечают во многих странах мира. Во всем мире существует порядка 650 тысяч почтовых отделений, в которых работают более 5 миллионов сотрудников. Почта не имеет аналогов в плане масштабов по предоставлению услуг. Бесперебойно работает почтовое отделение и в Янаульском районе. На передовой линии стоят почтальоны. Ежедневно они обрабатывают несколько сотен экземпляров корреспонденции и квитанций. Работа требует внимательности, усидчивости и, конечно, скорости. Буквально через несколько часов все письма и газеты будут доставлены до адресатов. У нас в отделении сведей работает 12 почтальон. Они занимаются доставкой корреспонденции, письменной корреспонденцией. Сейчас у нас мелкий пакет до 2,5 килограмма, ЕМС, ускоренная почта. Это у них ежедневная работа. Каждый на них приходит с 8 утра до 5 вечера работать. Также у нас приходят эти мелкие пакеты, вот эти с доставкой на дом уже. Они их доставляют. Ежедневно приходят по 300, по 400. Вот сейчас налоговые письма. Они по 2, по 3 тысячи приходят, по 4. Вот когда пик налогового платежи. Елизавета Васинкина работает почтальоном вот уже 10 лет. Все это время она трудится на одном и том же участке. Многие жители знают ее в лицо и за это время стали по-настоящему близкими людьми. С нетерпением своего почтальона ждет и пенсионерка Юлия Умутаева. Признается, почтальон приносит не только газеты, а еще и хорошие новости. Почтальон у нас аккуратная и хорошая девочка. Всегда вовремя приносит, что-то надо так постучит. Потом здесь подскажешь, так приносит. Вовремя все молодец. Постучит, позвонит опять. Вам надо такую газету? Я каждый год выписываю. По 4, по 5. В прошлом году, по-моему, 7 даже выписывала. Я же постоянно записываюсь. Без них скучно. Ну, и все лечебные, конечно, большинство. Подпиской заходим, общаемся, заказными письмами ходим. Заходим тоже по квартирам, по домам. Ну, так и знакомишься. Ну, у меня 5 этажек, вот, 23 дома. 6 этажек новые, вот, 2 дома тоже. А трехэтажки, где-то 22, 52 квартал. Так не могу сказать, сколько, но по домам много выходит. Мне эта работа нравится тем, что я за фитнес не плачу. Наоборот, не платят. Работой своей наша героиня гордится, считают ее нужной и важной для людей. Ежедневно в ритме быстрой спортивной ходьбы Елизавета проходит десятки километров. Несмотря на то, что современные технологии стремительно входят в нашу жизнь, теплые письма и запах свежих газет все же ближе электронных сообщений. В конце сентября в нашем городе появилась новая весомая достопримечательность. На территории историко-краеведческого музея установили танк Т-72А. Его нашему району выделило Министерство обороны России по программе демилитаризации списанной техники. Военная техника прибыла из части, расположенной в Верхней Пышме в Свердловской области. Первым делом танк прошел ремонтно-восстановительные работы и покраску. Также с него было снято все боевое оборудование. Теперь каждый желающий может посетить новый объект нашего города и сделать фото с легендарной машиной на память. О том, что в нашем городе появится такой объект в виде военной техники, демилитаризованной, мы обсуждали с жителями уже, наверное, больше года. То есть мы обсуждали, куда нам его лучше поставить, где его хотят видеть жители. Были несколько вариантов предложены. И большинство, и, наверное, это правильно, проголосовало за то, чтобы этот танк был установлен на территории городского музея, районного музея. И за этим самым, в общем-то, тянется еще цепочка событий, которая предстоит на этих территориях, вокруг, в общем-то, этого танка, вокруг территории музея. В ближайшие 2-3 года в рамках программы по благоустройству общественных территорий мы планируем, что эта территория вокруг музея благоустроится. Здесь появится так называемый музей под открытым небом. Возможно, здесь появятся еще дополнительные какие-то в перспективе объекты военной техники. Соответственно, ну вот эта территория, она приобретет новую жизнь. Рядом достроится многоквартирный дом. Несмотря на то, что пока эта территория так неблагоустроена, у нас территория парка, видно, что люди все равно посещают эту территорию, приходят. Им интересен этот объект, танк, фотографируется. В общем-то, это тоже отрадно, что в городе вот еще одна такая фотозона, так скажем, объект для изучения, для интереса жителей появился. Планируется привлечь сюда уже урбанистов, архитекторов, краеведов, которые поработают, и музейных работников, которые поработают над содержанием вот этого будущего, так скажем, парка. Это будет открытая общественная территория, которая будет открыта для посещения всех желающих. И вот интересной такой площадкой информационной должна эта территория стать. В 2019 году в нашей республике стартовал проект «Спортивная борьба» в школы Республики Башкортостан. В этом году в рамках этого проекта открывается 46 обновленных спортивных залов, в том числе и в Янаульском лицее. В проекте задействованы все учащиеся школы с 1 по 11 классы. И если ученики младших классов будут заниматься общей физической подготовкой, то начиная с 5 классов ребята смогут углубленно изучать спортивную борьбу. Спортивные залы будут оборудованы ковровыми покрытиями, манекенами, настенными протекторами, шведскими стенками. Как уверяют специалисты, занятия будут проходить максимально безопасно для детей. Здесь определенные у нас условия были для того, чтобы это попало в общеобразовательное учреждение. В первую очередь это нужно помещение нам, где мы можем стационарно класть ковры. Второе условие это у нас, чтобы был учитель или тренер-преподаватель, неважно, или в детской спортивной школе он, или при школе как учитель физкультуры. Вот такие небольшие условия для того, чтобы появилось в школе данный спортивный зал. И этот проект с недавних пор он станет федеральным. Федеральный проект, то есть этот проект хорошо реализуется в Калининградской области, и в Московской области, и в Москве. И вот мы сейчас подключились в течение вот этих буквально двух лет в серьезном формате для реализации данного проекта. Основная задача, конечно, это не просто, чтобы у нас вот эти вот залы были оборудованы красиво. Вы видели они у нас красивые, довольно-таки смотребельные залы. Самая основная задача, чтобы эти залы работали, жили, то есть и в урочное время, и в неурочное время. Безусловно, чтобы именно дети, начиная, вот он для этого и поделен на два этапа. Первый этап – это первый, четвертый класс, второй этап – пятый, одиннадцатый. Чтобы именно весь охват обучающихся были задействованы в данном проекте. То есть здесь задача именно детей, чтобы они были в общефизическом развитии у каждого ребенка. Я думаю, это в первую очередь, что должно быть с ребенком на уровне образования, роста. В урочное время – это те, которые у нас здесь обучаются. А после шести – это уже здесь, как они выстроят, секцию спортивной борьбы по единоборствам. Здесь уже идет не только спортивная борьба, а также тот вид единоборств, который, допустим, развит в этом данном районе. Это уже только приветствуется, если этот зал будет работать и в урочное, и в неурочное время. Это все главные события уходящей недели. Берегите себя. Оставайтесь с нами. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 5 0402 5 99 95. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 5 0402 5 99 95. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 5 0402 5 28 71. Приходи, покупай. Экономь с фармлентом. Боже, меня храни. Я здесь власть. Власть, говоришь? Все в наших руках.